Куаллумфурские покупки. Любимые чипсы заказывала на Снайкер. Апельсин. Маленькая упаковка фисташек примерно 90 рублей. Какие-то маленькие тарты из Хоккайда Бекет Чиз Тарт. Все разрушилось. Ну, вкусно. Тар будет. Золотой киви. Кукумбур. Огурец. Помидорки. И курица. Обычно мы берем хлеб в полбекере. Ох. И клубничные пирожки. Сегодня сделаем покупки в Мерката. Это торговый центр Павилья. Покажу вам обычные продукты, которые есть в этом супермаркете, а также цены на них и что я обычно покупаю. Просто обожаю местные манго. Я насчитала целых семь видов манго. Это очень вкусно. Большой отдел с свежими зеленью, овощами. Упаковка чериков и такие интересные местные грибы. Но мы ничего с ним не готовили. Очень много различной зелени. Руккола, кейл, листовой салат. Много различной зелени. Название, которое я даже, к сожалению, не знаю. Мы ее не использовали. Но действительно очень много можно купить зелени и добавлять ее при приготовлении салатов дома. Это очень здорово. КОНЕЦ Лемонграсс. Наверное, можно было сделать том-ям дома. Действительно, выбор свежих овощей и фруктов очень большой, что, конечно, радовало. Ну, это так, я и не узнала, что это. Подскажите, если знаете. Местные огурцы, но, конечно же, они не такие вкусные, как у нас. Не настолько выражен огуречный аромат, но для салата подойдет. Очень много различных йогуртов, но мы, в целом, их не пробовали. Много мороженого. И большой отдел с курицей и морепродуктами. Большой отдел со сыром тофу. Дыни, конечно же, не узбекские, а астраханские. Здесь нет торпеда, что очень жаль, потому что местные дыни, ну, такие не очень вкусные, не очень сладкие, скорее травянистые. До торпеда очень-очень далеко. Прямо в торговом центре есть небольшой прилавок с соками. австралийские персики. И неожиданная клубника непонятного цвета, но мы ее тоже не пробовали. Сами видите цену. Подарочный набор с фруктами. Отдел органика. О, это очень вкусные австралийские апельсины. Продаются поштучно. Стоит где-то 5 местных рингитов. Ну, снеки есть везде. В Куала-Лумпуре также. Отдел со здоровым питанием. Очень много продуктов японских, китайских. Отдел с бытовой химией. У нас закончился моющий средство для посуды. Ну, местная любовь к зиплокам, зипбэгам, чтобы сложить продукты. Похоже, здесь больше кладут в такие пакетики, нежели чем в контейнеры, как у нас. Отдел с выпечкой. И такой большой раздел с различными вкусовыми ароматизаторами и ванилью. Здесь нет ванили в пакетиках. В основном более натуральные варианты с ванильной пастой или стручками. Но есть и ароматизатор. В целом сначала только сложно ориентироваться. Потом понимаешь, что продукты достаточно похожи и привычны. Так что в местных супермаркетах можно найти практически все. Отдельный раздел с нехаляльной продукцией. Там продают свинину и алкоголь. И оплачиваешь ты там же на месте. Ты не оплачиваешь это на кассе. Ну и куда же без местной лапши быстрого приготовления? Стоит, в принципе, так же дешево, как и у нас. Чипсы ближе к кассам, конечно же. Гранат попадался через раз вкусный, сладкий. Набывали и совершенно безвкусные товарищи. Поэтому тут как повезет. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. А вот уже раздел с импортом. Местные деликатесы, босковые яблоки стоят достаточно дорого, мы не покупали. Свекла. Яйца, да, яйца цены отличаются в два раза от наших, но достаточно вкусные. Большой листок алоэ для каких-то интересных случаев и приготовлений. И идем на кассу. Здесь бывает длинная очередь в один ряд, и потом ты расходишься по кассирам. Шоколад. Интересный вам дэмс. Музыка. 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 Продолжение следует...